Одно из любимых развлечений человечества – попытки заглянуть в будущее. Если такую попытку делает дурак, будущее у него – либо беспросветный ад, где люди удушили землю выхлопными газами и покрыли слоем ядовитых отходов, либо волшебная идиллия, где невидимая рука рынка отрегулировала всё наилучшим образом. Есть мнение, ключевой момент для описания будущего капиталистических стран – это сегрегация населения по имущественному и образовательному признаку. Элоги и морлыки существуют не только в фантастических книжках. Прогуливаясь по различным населённым пунктам США, не раз замечал, что расслоение общества там выражено гораздо лучше и значительно ярче, чем у нас. Граждане там чётко поделены – вот здоровый ухоженный представитель среднего класса, а вот кривозубый одетый в дешёвые шмотки – простолюдин. В общем-то и без шмоток сразу понятно, кто есть кто. Проживающий в Сан-Франциске бывший сотрудник Facebook по имени Антонио Гарсия Мартинес тиснул в издании Wired статейку об основных социальных группах Калифорнии. Калифорния, конечно, далеко, но, учитывая так называемую глобализацию, происходящие там процессы меняют и нашу жизнь тоже. У нас, конечно, всё иначе – проклятый совок ещё не выветрился окончательно, да и в целом русское общество устроено не так. Тем не менее, есть поговорка – Калифорния – это будущее Соединённых Штатов, а Соединённые Штаты – это будущее Европы. Мы тоже, вроде, некоторым образом Европа, ну, как минимум до Уральского хребта, так что про устройство жизни в Калифорнии лучше знать, чем не знать. Значительную часть населения Сан-Франциски составляют работники технологической отрасли – инженеры, программисты и те, кто ими управляет. Также в наличии орда сотрудников сферы услуг. Технологии и сервисы нынче на подъёме, и если семья из четырёх человек зарабатывает в год 117 тысяч баксов, она считается небогатой. В целом, жители Сан-Франциско делятся на четыре группы, которые многим покажутся подозрительно похожими на касты. Первая группа – узкий круг венчурных капиталистов и успешных бизнесменов, стоящих у руля городской экономики. Вторая группа – технические специалисты, управленцы и барыги, усилиями которых поддерживается благосостояние группы номер один. Платят им хорошо, но их доходы находятся на уровне так называемого среднего класса. Третья группа – класс обслуги. В прошлом компьютеры заполняли пробелы между людьми, выполняя сложные для человека задачи. Теперь наоборот – люди заполняют пробелы между компьютерами. Эти люди выполняют работу, которую искусственный интеллект ещё не смог уничтожить. Одноразовые винтики в автоматизированной машине. Водители – убер, курьеры, разнорабочие и т.п. Четвёртая группа – неприкасаемые. Бездомные наркоманы-уголовники. Эти люди живут на постоянно растущих окраинах, в депрессивных районах и в палаточных городках. Первая группа их даже не видит. Вторая игнорирует. Третья смотрит с опаской, потому что оказаться в четвёртой – вполне реальная, осязаемая перспектива для любого бедняка. Однако, в целом, автор считает, что переход из группы в группу – событие редкое. Из второй группы теоретически можно попасть на самый верх. Если очень повезло и ты в молодости оказался у руля компании типа Facebook или Google, которая впоследствии оказалась очень успешной. Или, возможно, тебе фортануло в честном бизнесе. Купил по 10, продал по 100 – на эти 3% и живёшь. Обслуга тоже редко вырастает на класс выше. Конечно, кроме тех, кто с повышенным упорством дрессирует в себе новые навыки. Как правило, люди третьей категории стремятся избежать падения в самые низы, перебиваясь с случайными заработками, которых становится всё меньше. Uber, например, не скрывает намерения заменить водителей роботами. Были испытаны в Сан-Франциске и дроны – курьеры, хотя впоследствии их использование ограничили. Так вот, гражданин Мартинес осознаёт, что его классификация описывает далеко не всё. Что есть много работников более традиционного профиля. В более экономически разнообразных городах, таких как Нью-Йорк, они сглаживают эффект от технологического бума. Однако Сан-Франциско – город, охваченный техническим прогрессом и экономической стратификацией, поэтому жить там может далеко не каждый. В общем, строка из советской песни «Вкалывают роботы счастлив человек» оказалась пророческой. С одним уточнением – на одного счастливого гражданина приходится сотня потерявших всё. Сегодня – в Сан-Франциско, а завтра – в твоём городе. Большинству нынешних детей придётся очень постараться, чтобы вырвать гамбургер и место под солнцем из цепких лап счастливых людей из первой группы и их трудолюбивых электронных болванов.